Очень многие задают вопрос, а как будут избираться депутаты, а вдруг они придут плохие, и они опять же будут там жуликами и ворами и ничего не будут делать, а вдруг опять же кто-то протащит, подкупит и так далее. Это все делается очень просто. Центральная избирательная комиссия, в него входят представители разных партий. Вот допустим в течение 6 месяцев создали, зарегистрировались 50 партий, их представители должны быть во всех участках избирательной, центральной избирательной комиссии, во всех регионах. Раз. И когда у нас независимые средства масс информации, когда люди прямо видят подставное, неподставное, когда люди действительно могут участвовать на выборах, когда избирательная система, собственно сам процесс, как бросает, бросает урны, свои избирательные протоколы, когда это все открыто под контролем народа, когда они могут там десятками сидеть на каждом участке контролировать. Кстати, это все сделали, как в Украине, как в Грузии, вчерашних постсоветских странах, где была диктатура одного человека, это все работает. И тогда мы действительно выбираем честно, прозрачно депутатов, которые представляет народ. И вы тогда можете знать, что если депутаты завтра принимают неправильные решения, значит в этом вы участвовали, вы сделали ошибку и в следующий раз на выборах вы эту ошибку исправите, и за этих депутатов не будете голосовать и будете биться, голосовать, бегать по региону своему, находить сторонников, чтобы поддержали вашего депутата, не того, который власть дала, вашего. Для этого действительно необходима прозрачная избирательная система, независимая, находящая под контролем народа, независимая от власти. Сейчас Назарбаев назначает руководителя Центра избиркома, назначает членов избирательной комиссии, не подпускает никого из других партий, общественных институтов, известных людей, никого не подпускает. И они подделывают избирательные протоколы. И он фальшивый президент, потому что народ его не избирал, фактически подбрасывает бюллетени, кандидатов не пускают, а Центральная избирательная комиссия должна добиться того, чтобы выборы честные и справедливые.